Я уже чувствую запах просрочки. Так. Дикси. Вот почему у Дикси всегда такая атмосфера, сразу чувствуешь, что это Дикси? Вот ты просто заходишь, смотри, вот я прям подошел, не смотрел, честно. И вот посмотри, что тут... Ой, блин, ты посмотри, что тут творится. Ты посмотри, что тут ядрить, колотить. Это что вообще такое? Это моя жизнь. О, ё-моё. Ладно, помидор с плесенью грязный, гнилой весь. Вот это что такое? Тут мухвы, посмотрите, сколько там они уж дохлые. Ой, арбузик. Ну а зачем такое убирать? Ой, таракан! Ребят, вы видели таракана? Таракан, таракан, таракан. Опа! Тараканищие мухи сразу вокруг. Ох уж этот Дикси. Гоша, выходи! Блин, пол грязный, ну ладно. Ради такого? Георгий, ты где? Ой, какая чистота под полками в магазине Дикси. Это вообще что такое? Ребят, кто в курсе? Кто хочешь, угощайтесь, приходите. Вы надолго? Нет? Решили изучить местную флору и фауну. А, вон, тараканов обнаружили. Ну и что? Нормально, белок бесплатный. Ну вот мне интересно, что вот это такое? Что с ним стало? Почему его не убирают отсюда? Хочешь фруктовые ассорти из Дикси? О, да! Это тот самый магазин. Все, что нужно для салата. Ой, ой, какая аппетитная штучка. Ладно, не будем здесь задерживаться. Белок потом отловим. В принципе, по качеству фруктов и овощей, и по тараканам, я уже понимаю, что сейчас просрочки здесь будет очень много. Ты уже нашла? Моя булочка. Опа! И сразу тухлячок. До 22-го года, до октября. Ребят, как вам? Смотрите. Агуша с 4 месяцев детское питание до октября месяца. На полмесяца просрочено. Собственно, я не удивлен даже, если честно. Ну, попробуем купить. Одну штучку. Все, спасибо. Вот какие милые сотрудники магазина. Без вопросов, без лишних просто взяли. Продали просрочечку до октября. Продали детскую просрочечку 28-го, 10-го, 22-го. Для этих 4 месяцев. Ну что, я думаю, в Дикси без тележки не обойтись. Одну штучку мы купили, и я, наверное, ее во избежание кражи спрячу в карман. А попробуйте купить гнилой мандарин. А давай реально попробуем. Что скажем? Гнилой мандарин? А давай. Берем и набираем самую сладость. Вкуснейшее вот такое яблочко возьмем. И вот этот. Ой-ой-ой, он течет. Готов вам продать, да? Ну, конечно. Покушать. Я считаю, самое то. На ужин всей семьей вы кушаете такие? Нет. Нет? Думаю, что он попробует. Я попробую. А со скидкой или нет? Не со скидкой. Ну ладно, плачу полную стоимость, хорошо. Сколько? Я не знаю. Почему? Потому что она гнилая. А, вы то есть не продадите? Не продам. Или можно прям так, бесплатно забирать, есть? Вы разрешаете? Спасибо большое. А почему же они на прилавке-то лежат? Вот вы не продаете, говорит, гнилая, они на прилавке лежат. Я здесь только сижу. А, не вы отвечаете за отделы? Не я. А кто отвечает? Там в отделе есть человек. Работники? Да. Я вас услышал. Это понюхаю, пойду прекрасный французский мандарин с плесенью. Хорошо? Хорошо, с сотрудниками пообщаюсь, всего доброго, не прощаемся. Она ведь взвесила их сначала, она положила на весы, начала взвешивать, потом поняла, что-то мне не надо, наверное. Но мне нравится, то есть, по ее мнению, гнилой мандарин может нанести вред моему здоровью, а детское питание, которое мы купили 5 минут назад, детское просроченное питание для детей с 4 месяцев, видимо, ребеночку никак не может навредить. Самое главное, что она тебя узнала, она говорит, вы же сейчас пробовать будете. То есть, она узнала, изначально она детское продала. Но, видимо, не сориентировалась, не поняла. Подумала, может быть, Артем действительно в Дикси пришел, детское питание просрочно покупает. Вы что снимаете? Что? Снимают девочек на трассе, а мы показываем тухлые мандаринки. Что вы снимаете, говорю? Молодого человека. Зачем? А что, не могу снимать его? А вам нас все не дала вообще снимать? Вы разрешение мне дали? Вы молодой человек? Который, а Ким, да? Чего? Что? В разрешении дала, я директор говорю. Директор, разрешение? Директор? Да, он мне лично пришел, сказал, Артем, снимай все, что захочешь. Вот и тортики можно до 10 месяца находить просроченные. А вы хотите, я вас мандаринкой угощу? Все, она убежала. Олег, ты мне кукурузники дал покушать? До 09-го, 22-го. Свежайше. Опа. А как тут понять, какой срок годности? Ты посмотри. Дата стерта. А зачем? Вся партия. Ну, это убирать все надо, конечно, по-хорошему. Это мы потом администратору вопрос зададим. Можно я яйца положить туда? Да, конечно, кладите. Вам помочь? О, свежие яйца. Удивительно. А может, вы подскажете, какая здесь дата написана? 40-го годности нет уже даты. Ну, даты сортировки я просто смотрю. Я прочитать не могу. Я не знаю, как там, с коробку надо посмотреть. А, не знаете, да? Ну, то есть нормально, в принципе, лежит и лежит. Зачем говорить? Давайте я сейчас уберу некачественные яйца, которые непонятно, когда изготовлены. Я не знаю, надо коробку посмотреть. Ну, правильно, я отодвинул. Тут не пройти уже. Директор магазина Дикси, дай вам разрешение на видеофиксацию. Накажите мой магазин. Спасибо большое за донат. Все, разрешение мы получили. Ну, разрешение от директора Дикси у нас получится, значит, что, нас фиксируй всех. Масло, типа, оно должно вот так вот вкладиться. Ого, мы клад нашли. Вот так, полки расположены. То есть нужно прямо наклониться, прямо на корточке, чтобы увидеть... Кстати, дата стерта, поэтому забираем это себе. Оно выглядит плохо. Ребят, смотрите, хлебушек нашли. Без маркировки, само собой, на самом товаре. Хлебушек такой, как бы тебе сказать, помягче. Ну, он точно не такой. Это эспандер, можно качать руки. Он правда, он уже неделю, наверное, лежит. А плесени нет еще? Плесени я не вижу еще, но он уже прям все. Он там очень жесткий. И смотри, есть маркировка сбоку. Только какие даты, посмотри на маркировки. И на самом деле я верю, что он от мая месяца лежит. Ты посмотри, просто вся маркировка от мая месяца. Но он тоже, потрогай. Он весь такой. Смотри, прикол. Пончик. Есть дата изготовления. А даты дефростации нигде нет. И так на всех пончиках. А при этом написано, что продукт был подвергнут замораживанию. То есть он уже размороженный, но дату дефростации они решили не клеить. Детский Тема для детей с 6 месяцев до 02.11. Детский Тема подтухлился. Вот еще один Тема. Тоже тухлый. А не оскорбляют ли они вот этим самым чувство Артемов? Я постоянно Тему нахожу просроченного в разных магазинах. Как думаете, почему работники так часто защищают свой магазин? Вопрос, кстати, очень интересный. Я на самом деле никогда не понимаю, почему сотрудники так защищают свою помойку, с учетом, что им за это же не доплачивают. Может, они рассчитывают выслужиться как-то, знаешь, выслужиться перед царем, выслужиться перед руководством, что в дальнейшем им это как-то защитется. Но я никогда этого не понимал. Зачем защищать? У тебя нет должных обязанностей защищать магазин. У тебя есть конкретный регламент действий. Съел человек товар, вызвал полицию. Все. Колбаска прям тоже, видишь, каких-то белых всяких. Ё-моё. А, что упаковано под вакуум? Это что такое вообще? Она скисла уже. Ну, это, конечно, сразу в помойку. Кстати, а это не должно быть в холодильнике, интересно? А как тебе запах? Запах? Нет, нет, вообще, вот с кем отделом. А он тут тоже присутствует. Тухлого мяса, запах. Вот это безопасной выход. Заставленный тоже молоком. Заставлен. Ну что, это ведь молоко не должно храниться, да, в холодильнике? Оно что-то должно тут стоять? Тём, рядом холодильник. А, рядом холодильник дует, да? Да, в холодильнике должно быть, представляешь? А вот агуша детская, мне интересно, не испортится от того, что она стоит в тепле? Хранить от 2 до 6 градусов. А она лежит вот здесь вот просто. Просто лежит в тепле всё. Сметанка, детский омам для детей с 8 месяцев, агуша для детей с 8 месяцев. Всё в тепле лежит. Хочу отметить, что в Дикси действительно жарко. Тут явно не 6 градусов, тут градусов 16. Объясни, я понимаю, кто-то бы это убирал сейчас. Я понимаю, расставляли, знаешь, вытащили и расставляют, но никто не расставляет. Это просто стоит. В чате пишут, продавцы думают, вы за них работаете. Реально, мы выполняем работу за продавцов. Чего они будут подходить? Скажут, сейчас они уберут за нас просрочку, а потом мы уже выйдем на всё готовенькое. Она сейчас кому-то звонила, спрашивала, они тут уже эту трешку просрочки набрали. Что делать, пробивать? Полбас, кстати, в тепле лежит, посмотри. Совершенно случайно я обнаружил, что колбаска лежит в тепле. Там ещё и шашлык. Ой, шашлычок-то из Дикси, самые вкусные, тут мухи вылетают. О, моё. В тепле. Сколько цыплёнок это должно, при какой температуре? 15 суток. Это жесть. От минус 2 до плюс 2. Здесь же у нас минус 2 или плюс 2, наверное, да? Тут прям жарко. Всё с нарушением хранится. Ё-моё, а тут ещё целая тележка, посмотри. Ой. Ой, ну тут-то прям даже холодильника нет. Ты посмотри. Ещё курочка. Это свежее. Да, да, да. В тепле же должно храниться, да? Это свежее, говорят. Покажи, пожалуйста. А то, что в тепле лежит всё с нарушением условий хранения. Печень. Курица. Вот, грудка. И вот это вот всё лежит в тепле. Это даже в какой-то передаче снимаете, ребят? Да, в мире просрочки. Показываю вот некачественный товар в магазине. А там он арбуз лежит. Мы уже его показали, там же под ним таракан был прятался. Из него мухи вылетают. Ё-моё. А я и не заметил. Ты посмотри. Горочка. А вот ещё детское питание, кажется, просроченное. От 02.11.21. Срок годности. 12 месяцев. 12 месяцев срок годности. Детское питание для детей. С 3 лет. Агуша. А ещё, смотри, вот такое же тухлое. Детской просрочки в этом Дикси что-то прям очень много. Ой, а ещё, ты посмотри. Ну-ка, сколько там ещё, интересно, мне просто даже до 9 месяца. Ты посмотри, она пыльная, она вся грязная. До 9 месяца, Агуша. У меня руки грязные все после этой Агуши. Влажные салфетки нужны. Тём, это жесть. Я надеюсь, я к вам в кадр не попала, девушка. Ни в коем случае. Что? Можно посмотреть, я к вам в кадр не попала? Не, ну посмотреть, конечно, нельзя. Это же наш телефончик. Зачем? Меня снимать нельзя. А вы можете вызвать полицию, написать на нас заявление, если нельзя снимать. Чем вы так ведете? Как так ведем? Ищем просрочку зачем? Детское питание зачем снимаем просрочек? Не снимаете людей без их согласия. Потому что в общественном месте в магазине мы имеем право это делать. Мы вообще вас не снимали, не фиксировали на видео. Мы показываем, как мы находим просроченный товар. Что-то мне не хочется быть звездой потом у вас. Вы знаете, я просто зашла в магазин покупать. Ну и все. Мы вас не трогаем никак. Мы на вас даже камеры не направляли, пока вы с нами не заговорили. Вы же нам не интересны. Нам интересно нарушение магазина. Вы потом вырежете это все? Это прямой эфир. Уже ничего не вырезать. Ну это очень некрасиво. Тут только вызывать полицию и писать заявление, я считаю. Или через суд. А зачем вы это делаете? Что, зачем вы являем нарушение магазина? Зачем вы людей снимаете? Из их согласия. Так вы же сами в кадр попали. А что запрещено? Я не попала. А что вы делаете сейчас? Вешне на 152 закон у нас есть в стране. А что за закон? Расскажите персональных данных. Это мой внешний вид. Вы хотите меня сейчас еще заснять? Со мной дискуссию устраивать? Так вы с нами дискуссию? Своим делом занимаетесь? Нет, вы к нам в дискуссию влезли. Я с вами общаюсь. Если вам не интересно со мной общаться, вы можете идти дальше. Я влезла не потому, что я влезла, а потому, что вы меня снимаете. Так, фиксируем на видео, естественно, да. Мы не отрицаем этого. Потому что вы с нами общаетесь. Все, кто с нами общается, попадают в кадр. Некрасиво. Ну хорошо, я говорю. Вы делаете свое дело и привлекаете просто без моего согласия людей, которые здесь учатся. Я не хочу с вами ругаться. Если вы считаете, что мы нарушаем этот закон, вы можете подать в суд. Все в законном порядке. Гражданский кодекс через суд все это решается. Но прежде чем это делать, прежде чем писать заявление и так далее, почитайте, пожалуйста, статью 152.1 ГК. Я не собираюсь никаких заявлений писать. Ну тогда неинтересно общаться с вами, извините. Ну все, хорошо. Я некрасиво себя веду, хорошо. Это ваше субъективное мнение. Я не понимаю, зачем лезать в разговор. Ну не хочешь светиться, да без проблем. Я понимаю, ну не хочется быть в кадре. Не в настроении, все не накрашено, не знаю. Просто не общайся с нами и все. Никому же неинтересны обычные покупатели. Но нет. Надо всегда вставить пять копеек своей. Что, пойдем попробуем купить? Попробуем купить вот это. Спрашивать, спрашивать. Продавать, не продавать? Продавать или нет? Нет, нет. Хотите, пойдите, как? Ну да, купить хочу. Вот это все купить. Нет, вот это сначала. Назу, пойдите. А, можно. Вот так, можно просрочек купить. Безнал. Оплачиваем. В принципе, можно и просрочек купить. До 0,9, 10, 22. Все, спасибо. О, затарился так затарился. Теперь официально можно сказать, что Дикси подойдет просрочку. У вас есть управляющий или кто-то? Я, конечно. Вы заместитель. И вы говорите своим сотрудникам продавать просроченный товар. Конечно, я понимаю всех. Но по-любому нужно, чтобы пробивать, не пробивать. Ну. И вы продаете просроченный товар нормально? Нет, мне не продаем. Просто знаком с такими случаями. Ну, вы сейчас мне это продали. Нет, я имею в виду, по-любому нужно или списывать, да? Ну, наверное, логично. Это вы должны списывать, а не нам нужно. Я понимаю, ну, что едет там участковый, что-нибудь, по-любому нужно списывать, реализировать. Ну, вам, в принципе, без разницы, можно такой товар продавать. Без разницы нет, я не говорю, что нет без разницы. Я, конечно, понимаю, что нельзя будет... А зачем же так сказали продать? Нет, ну, что... А не подскажете... Чтобы с вами не скандали. Да ладно, наоборот. Если бы вы не продали, вы гораздо лучше бы сделали. А не подскажете, почему на хлебе маркировочка от пятого месяца? От пятого? Да, от пятого. От мая. Срок годности 24 часа. Забыли, да? Свежий хлеб. Просто не поменяли. Хлеб свежий. Хлеб свежий, ребят. Давайте посмотрим, насколько свежий хлеб теперь. Нам вот говорят, хлеб свежий. Это свежий, наверное, хлеб. Нет, ну это еще более-менее, хотя тоже уже такой. Да, 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 такой и должен быть, да. И при этом никто не убирает. Пончики без даты дефростации, без даты размораживания. Тоже никто не убирает. А зачем? Человеческий фактор, тележечка. Я понимаю, не должно быть просто. Не успели и не... С мая месяца не успели дату поменять. Яйца там без даты изготовления лежат. А детская просрочка, посмотрите, у вас сколько детей тут бегает. Да. Вот дети бегают, детское питание просроченное. Вот это вот на несколько дней. Там было на два месяца просроченное. Тоже нормально, я понял. Человек не хочет общаться, я так понимаю. Так, как делают сотрудники магазина в других магазинах? Предлагают все это, утилизируют, извиняются и убирают весь... Вы ничего не предложили пока. Вы не извинились. Вы только что сказали продать. Ну я понимаю, я же сказал, что не должно быть такого. Либо где-то не успели, не увидели. Чистый человеческий фактор. Чистый человеческий фактор. Хлеб хороший, да? Хлеб столько-то плохого. Да, жесткий хороший хлеб, я понял. С мая месяца с маркировкой. Ну да, с мая месяца никто не увидел. Ну что, ребят, пишите в чате, вызываем полицию или просто утилизируем это все сейчас, прощаем магазин. Детям, мне интересно, тоже будете детям говорить, что это человеческий фактор? Ну вы отравились. Ну вот партия просрочки детства, это все человеческий фактор, там еще внизу еще он есть. Вызываем полицию, я вижу, что человек вообще не понимает. Ему без разницы, ну реально без разницы человеку. Могли бы просто извиниться, убрать некачественный товар с прилавка, утилизировать все, а он как будто не понимает вообще, что делать. Здравствуйте, хотели вызвать сотрудников полиции в магазин Дикси. Москва, область Новая Москва. Москва. Улица. Сальвадора Альенде, дом 4, корпус 1. А что там происходит? А вот тележечку просроченного товара выявили, часть купили, хотели вызвать участкового, либо следственную оперативную группу и написать заявление на магазин. Так, просроченный товар, да? Да, все верно. Все, ожидаем, спасибо. Я еще раз говорю, ребят, вот вы меня смотрите наверняка, сотрудники магазинов меня смотрят. Ну, извинились, признали свою ошибку, быстро убрали некачественный товар с прилавка, утилизировали все, еще раз извинились, пожелали всего доброго, все, на этом конфликт решен. А человек, видно, он просто растерялся, может не знает, как себя вести, но видно, что ему как бы особо так вот без разницы. Они до сих пор так хлеб не убрали. Я говорю, яйца без маркировки, я говорю, донаты без дефростации, не убрали. Меня удивляет, что они продали просрочку, то есть они знают, что просроченный товар, но одну продадим. Если больше, уже, наверное, нет, но одну продадим нормально. Заметь, ребят, я сотрудникам сказал, что здесь яйца без маркировки, без даты изготовления. Я ей даже показал, где. Я даже показал, где. Убрал кто-то яйца без маркировки? Да, ну, нет. Да, конечно, ага. Зачем? Как лежали, так лежат. Смотри, убрали арбуз. Конечно, без нашего участия это было никак не сделать. А тракан, интересно, внизу еще есть? Так, ой, ребят, вы посмотрите, что тут творится. Ё-моё, я впервые в жизни такое вижу. Я вообще впервые в жизни такое вижу, ребят, вы посмотрите, что творится. Вы посмотрите, что тут творится. Сколько там жрачки. Тут чисто можно месяц питаться. Ты посмотри, помидорку-то убрали. Либо кто-то купил, либо убрали. Ну, мухи не убрали. Мухи остались. И плесень осталась. Вы посмотрите, что такое черное вообще. Это страшно, это очень страшно. Если бы мы знали, что это такое. Тут плесень прям, прикинь, наросток плесени прям. Кто за это пулис? Полицию я вызывал. Может, подойдет, чтобы мы в проходе не стояли? Вообще, выявили просроченный товар некачественный. Молодцы. Заявление хотите писать? Безусловно. Пишите. А вы кто? Срочно-то на пулиского боли. Вот. Вы ППС, я так понимаю? Да. Попросил бы вас вызвать участкового, либо следственную оперативную группу. Поскольку тут детское питание на два месяца просроченное, предназначено для детей с шести месяцев. Нужен протокол принятия устного заявления. Нужен протокол осмотра. Изымать надо. У вас такого компетенции нет, поэтому попрошу вас вызвать, кто сможет это сделать. Да, я думаю, протокол принятия устного заявления у вас нет, скорее всего. Прямо передо мной закончился. Подъедут? Конечно, подъедут. Прямо на кассе лежит, удобно, у кассира. У меня сегодня настроение хорошее, я ни с кем ругаться не хочу, ссориться ни с кем не хочу. Я просто покажу ошибку и покажу вот такой вот киндер, который весь грязный, уже шершавый, весь липкий. И до 07-го месяца 2022-го года. И смотри, удобно прям лежит снизу киндер, чтобы удобно было детям взять просроченный на 4 месяца киндер. Они еще такие забежали с дубинками. Вроде вызвали просто просрочку, то, что нашли. И главное, что у вас случилось? Как будто бы не передал дежурный. Ну, может, действительно, конечно, не передал дежурный, я не знаю, как у них там происходит сейчас это. Я еще не сказал про то, что они без значков приехали. Без... Ё-моё, ты посмотри. Ты посмотри, как это выглядит все. Я посмотрю, Тёма, это ужасно. Просто смотри, до 06-го месяца. До июня. Просто они все грязные. Фу, это прям пыль, у меня прям носик уже, знаешь. До июня месяца 2022-го. Ты посмотри на мои руки. Просто у меня черные все руки, вот на это вот, вот, вот это вот. Ой, там спорт пошел. Там спорт пошел. Ой. Снимаете? Все нормально. Да все правильно, в любом месте, в любое время спортом надо заниматься. О, это к нам. А почему не к нам? Здравствуйте. До свидания. Все? На этом вообще не закончилось. Смотри, хлебушек убрали. Хлеб все-таки убрали. Пончики без дат дефростацию убрали. Все-таки понимаю, что это нарушение, конечно, сколько раз я их просил об этом, но убрали. Естественно, яйца убрали, кстати. Не знаю, успели. Сейчас уберем, говорит. Там без маркировки яйца есть. Без дат изготовления. Кто вы в заявителе? М? Заявителем что? Я? Суть вопроса. Вы кто? Первый вопрос. Старший дознаватель МВД России, первоносок университет полиции Руссия. Замечательно. Суть претензий к магазину, а к вам заявление, то, что просроченный некачественный товар выявили. Пожалуйста, проследуем в МВД мне писать заявление. Нам есть их еще подать? Паспорт. Протокол принятия устного заявления, давайте будем заполнять. Давайте паспорт, а я дам протокол принять устного заявления. На каком основании паспорт? Чтобы я внесла ваши данные в протокол. А я вам их продиктую. Только с паспортными данными. Где это сказано, скажите. Я почитаю обязательно. Уголовный паспорт. Уголовный паспорт. Так, 141-я статья ОПК. Вы должны внести мои данные. Я должна установить вашу личность и внести их в протокол. Давайте вместе с вами откроем статью и почитаем. Если я не прав, я извинюсь перед вами. Мне извинения ваши не нужны, спасибо. Видеосъемка запрещена. Мы вас не снимаем. Вы снимаете, девушка ваша. Фиксирует на видео. А чем запрещено, можете тоже сказать. Законодательством Российской Федерации. Какой статьей? Вы же написали закон. Ваши паспортные данные. Я еще раз говорю. Я запишу, пожалуйста, ваше заявление. Привод вас, любое заявление. Принимайте. Давайте. Я вам продиктую свои данные. Ваша личность должна быть установлена. Где это сказано? Я еще раз повторяю. Давайте я вам статью открою. Если вы, может, позабыли. Мне, спасибо, не надо. Я вас прошу, предоставьте паспорт. На основание прошу вас тогда. Ну, должно же законное основание быть. В соответствии с статьей 13, пунктом 2, закон о полиции, у полицейского есть ряд оснований, на основании которого он может потребовать у гражданина документы. Представить я вам могу. Для удостоверения вашей личности. Такого в статье 13 не сказано. И если мы откроем 141 статью ОПК, то мы увидим, что заявление может быть подано как письменно, так и устно. И устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность. Что я вам предоставить должен документы, нигде не сказано. Сказано, что протокол должен содержать данные о документах. Я вам их продиктую. А почему запрещено фиксировать? Теперь можете сразу пояснить. Может мы сейчас образуемся и выберем камеру? А знаете, все вопросы к... Кому? Кому можно вопросы задать? Подождите. Хорошо, ждем. О, яйца проверяют. Да ну куда же, яйцо нападет, Павел, обратно положим. Ногой запихал так под стеллажи. Мы же не хотим ни в коем случае ругаться. Мы хотим, чтобы все было по закону просто и все. Если вы не заметили, с вами никто здесь не ругает. Не, ну вы начали спорить с нами. Я не спорю с вами, я вам разъясняю ваши права. Вы мне пока мои права никак не разъяснили, вы сказали, что я должен только предъявлять паспорт. Я попросила вас предъявить паспорт. Останьтесь сотрудником по лестнице. Хорошо. Никуда не уходите. Кстати, сначала девушка отвела сотрудника магазина поговорить, что-то очень долго разговаривала, а потом заметили, как сразу документы предоставьте, то есть прям сразу начинает с агрессии сотрудник полиции, который наоборот должен вызывать доверие и уважение граждан, наоборот начинает сразу с агрессии какой-то. Я не понимаю этого, честно. А, он обратно положил. Нет, там с тобой нет. Ну, и такого не должно быть. Бабушка разве увидит это? Я не знаю, куда она ушла. Пойдем посмотрим. А к нам вернуться? Да, конечно. А не подскажете к нам вернуться? Да, да, да. Сейчас подойдет. Вы не волнуетесь. Что вообще бросает? Она из помещения не выходила. В смысле? Я говорю, она из помещения вроде не выходила. Да? Да. А, а мы ее ищем. Вон она. А, вон нашли. А мы ее ищем. А мы ее ищем темно-право. Где? Вот. Там? Там аккуратно. Интернет не ловит, не надо. Нашла, куда спрятаться. Спряталась, все. Ушла. Что я на этом разговариваю? Давай мы с тобой сыграем в прятки. Паспорт, пожалуйста. Так, я спросил уже основание. Извините. Я понимаю, на меня было написано заявление. Вопросов нет. Ну, когда заявитель, я сам хочу подать заявление, а возможно, преступление. Знаете? Конечно, я на изучке все знаю. Ну, вы понимаете, что в соответствии с 59-м федеральным законам, если ваши данные не будут совпадать, ваше обращение не будет рассмотрено. Безусловно. Я сам вас вызвал, зачем мне вам врать? Я просто не понимаю даже логики. Я сам вас вызвал, чтобы пресечь правонарушение магазина, чтобы, точнее, вы его пресекли. Зачем мне вам врать? Называйте. Давайте заполнять. Давайте. Давайте. Давайте выйдем из магазина, может быть. Как же? Не нарушать. А что мы нарушаем? Учередь, конечно. А тут не работает касса. Смотрите, вообще по закону, я думаю, знаете, что статья 13, пункт 7, вы вообще можете убрать посторонних лиц на время совершения... Если совершено преступление. ...и административное правонарушение. Опять же, я вас... Должно быть доказано, что это признак административного правонарушения. Просроченный товар 14.4 КОАП. Или вы считаете, нет такого правонарушения? Тогда будет, тогда да. Нет. При составлении протокола осмотра вы можете уже попросить граждан покинуть место... Осмотра чего? Место происшествия? Честно происшествия, да? Безусловно. Возможное преступление. 238-я, часть 2-я. Реализация товаров, предназначенных для детей до 6 лет. Когда будет место происшествия? Вы, то есть, не будете протокол... Да, конечно. Вы, то есть, не будете составлять, да, протокол осмотра? А вы знаете, что процессуальные документы протоколи сам предъявляют труд тех, которые будут составляться? Не, я спрашиваю, вы не будете. Я не... В смысле, сам... У нас есть регламент взаимодействия МВД и Роспотребнадзора, в котором сказано... Роспотребнадзор? Нет. Это ваш внутренний регламент, в котором сказано, что вы должны зафиксировать все это. Что тут? Пункт 7. Сейчас я вам прочитаю. Я вижу, вы плохо знаете законодательство. Эти статьи, может, подзабыли. Вы можете требовать от граждан покинуть место совершения административного правонарушения, если это необходимо для проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, документирования обстоятельств совершения преступления или административного правонарушения, обстоятельств происшествия для сохранения следов преступления, административного правонарушения и так далее. В общем, для того, чтобы задокументировать и составить протокол осмотра, вы имеете право потребовать у граждан посторонних лиц покинуть. К сожалению, должны предъявить паспорт. Нет, это у вас в бланке написано, что должен. А в законе такого не сказано. Он ссылается на статью 41 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 141, которую я вам только что зачитал. И в которой не сказано этого. Давайте вместе с вами почитаем. Давайте еще раз почитаем. В смысле, тут конкретно сказано. Это в бланке у вас написано. Это в бланке написано. Значит, не предъявившего никакой документ. Правильно я понимаю? Я вам продиктую свои данные. Безусловно. Предъявившего слово. Смотрите, если вы мне не доверяете, вы можете установить мое личное с другим способом. Паспортные данные ваши не будем, да, фиксировать? Почему? Я вам продиктую все. Вы мне должны предъявить. Вот же сказано прям. Протокол должен содержать данные о заявителя. Он будет содержать данные. Так я вам продиктую, конечно. Он будет содержать данные, но для этого необходимо предъявить документ. В 145 сети УПК нигде об этом не сказано. Но и не говорят о том, что без документа мы имеем право принимать заявление. У нас все, что не запрещено, разрешено. Следовательно, если у нас это нигде не прописано, ну да. Ну нет, вы обязаны предъявить документ. Да это в бланке вашем написано, понимаете? Но в законе это не сказано. Да, дипографический бланк. И откройте, пожалуйста, в интернете и посмотрите. Да я его видел, я же говорю. Я знаю, этот бланк прекрасно. Но в законе это нигде не сказано. Я верю, что законом, а не бланком. Но в законе это еще раз говорю. Они говорят о том, что не предъявлять документы, удостоверяющие лично. Нет, в законе много где прописано. В каких случаях я должен предоставить? Но при подаче устанного заявления... Если подозреваете меня в совершении преступления, если я нахожусь в розыске, либо если вы меня привлечь хотите по арестной статье. Значит, для установления личности. Такого не сказано в статье 13, не надо мне врать. О чем хотите заявить, пожалуйста? Можете сначала предоставить свое удостоверение, чтобы я ознакомился, кому я предоставляю? Видеофиксация в этот момент запрещена. Хорошо, хорошо. Настя, отверни камеру. Я ругаться не хочу, отверни камеру, я посмотрю лично. Удостоверить, что вы полицейский. Попробовать. Попробовать? Не получится, думаете? Русина Александра Владимировна до 27 года. Все. Вы как-то очень агрессивно настроены. Я после этого бояться начинаю полицию. Я вроде как должен, наоборот, доверять полиции, радоваться, когда приезжает полиция. Дом 4. Да, корпус 1. На этом, я думаю, достаточно в заявлении. Прошу вас вписать мои паспортные данные. Предъявившего паспортного. Все же, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом я прошу вписать вас мои данные паспортные. Еще раз говорю, предъявившего паспортного. В законе этого не сказано. Но не говорится о том, что не обязаны предоставить. Если в законе этого не сказано, значит гражданин не обязан этого делать. Или вы считаете, если в законе не скажет, что гражданин не должен дышать, значит он не должен дышать. Согласись, если вы меня сейчас потребуете, например, не знаю, петь здесь. Но если в законе этого не сказано, он не должен петь. Так же и тут. Если в законе не скажем, что гражданин обязан предъявить документы, значит, он не должен этого делать. Но у меня логика такая. Можете, я ошибаюсь. Можете, ошибаюсь. В любом случае. Я вам тоже не могу поверить на слово с вашими паспортными данными. Но у вас нет оснований не доверять гражданам. Ну, мне в данном случае. А у вас нет оснований не доверять полиции. Безусловно, поэтому я прошу вас просто писать мои данные. Я не доверяю, я говорю, бланкам. Я все-таки доверяю закону. Вот есть сказано в законе. Если где-то сказано иное, я говорю, да без проблем, я извинюсь перед вами. Ну, не на бумажке где-то написано, а именно сказ... Я вам разъясняю просто о том, что вы обязаны предъявить документы. Нет, я извинюсь, что вам пришлось потратить время и общаться с таким неграмотным человеком, неграмотным гражданином. Я не извинюсь, мне не жалко, мне несложно. Но все-таки прошу либо сказать, где это написано конкретно, не в бланке где-то, а именно в законе где-то написано, либо все-таки прошу занести мои паспортные данные в бланк протокола принять устного заявления. Иначе от него толку никого не будет. Я вам поясню, почему. Потому что это считается анонимным заявлением. Я должна удостовериться в вашей личности, что действительно вы подаете данное заявление, чтобы оно было рассмотрено в основном законном порядке. В законе это нигде не сказано. Я все-таки опираюсь на закон, а не на ваши слова. Не на надпись в бланке, понимаете? Я говорю, в бланке? Да, окей, без вопросов. Но я опираюсь на закон. Вот есть статья конкретная, 141, на которую вы только что ссылались, но там нигде не сказано, что я предоставить должны документы. Но там и не написано, что вы не обязаны предоставлять документы. Если не написано, что я гражданин обязан, значит, он этого делать не обязан. Я говорю, то же самое вы меня сейчас попросили бы спеть. Если я это не обязан делать, значит, я могу это не делать. То же самое и тут. Я могу не предоставлять, значит, паспорт. Я вас прошу вписать свои данные. Пожалуйста, диктуйте. Выключи звук. Разъясняю вам ответственность. Подожди, давай я тебе предъявлю полицейскому все-таки паспорт, поскольку у нее недоверие, я так понимаю, есть гражданам. Я все-таки люблю, когда полиция доверяет гражданам. Я вам покажу, что я вас не обманул. Ребят, я показываю в Сушке полицейскому паспорт, поскольку я в Сушке люблю, когда полиция доверяет гражданам. И я в очередной раз хочу показать полицейской, что можно доверять гражданам, и граждане не обманут. Не обманул? Нет, не обманули. Видите как? Разъясняю вам ответственность. Надо доверять гражданам. По статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложный донос о совершении преступления. Ознакомьтесь. Так, то есть вы разъясняете уже после того, как я написал заявление. Интересно. 5.11, 19.42, а также 0.5.11, в 21.00, в 6.00, в магазине 10.00, в адрес Москва, улица Равадора, Альенда, дом 4, корпус 1. Я приобрел просрочный товар, а именно сок детский огушен со сроком годности до 28.10.22 предназначен для питания детей до 3 месяцев. Круассаны с МНД сменится сроком годности до 0.9.10.2022 года. Считаю, что данный товар опасен для жизни и здоровья граждан, в чем числе для детей до 6 лет. Замечательно. Заявление есть. Заявление есть. Тяжело, но мы это сделали с вами. Извини. В них случаются чудеса. Чудесная тележка просрочки. Это ли не чудо? Теперь прошу вас составить протокол осмотра, поскольку тут есть признаки статьи 238. Мы составим протокол осмотра места происшествия. Для этого мы удалим всех лиц из магазина, в том числе и вас. Оградим место происшествия. Я могу уже участвовать как НИНО 10.10.10.2022, поскольку я выявил этот товар. Можете. Вот. Я буду НИНО 10.10.10.2022. Можете не участвовать. Ну, я могу участвовать. Без участия понятых в соответствии с статьей 170 Уголовно-процессуального кода... Фотофиксация. Фотофиксация. Фото таблицу. Да замечательно, я с вами останусь вдвоем. Вы же меня не забьете? Должна. А вот это уже страшно. Все, давайте там всех удалять, хорошо. Девушка, позовите администрацию. Попрошу, пожалуйста, закрыть магазин. Хорошо. И удалить всех покупателей. Хорошо, произведем осмотр места происшествия с вашим участием. Так бы сразу. Вот видите, я вам рассказал, что можно удалить посторонних лиц. И вы сразу их удаляете. Это же замечательно. Потрясающе, согласен. Ой, еще новая персона. Я заявитель. А что сражение предъявить? Ну, я просто спросил полицейского, где это сказано, что я должен предъявить. Закония о полиции. Нет, не припомню. Федеральный закон 59-й, если вы знали. Вот не знаю, видите, вот я и спросил у полицейского, поэтому... Это наше заявление, то есть, если вы не подаетесь, когда вы подаете заявление, вы обязаны предъявить паспорт для того, чтобы вы запрессировали. Так, какой федеральный закон, можете сказать? 59-й. Да, действительно, есть такой закон федеральный, я потом почитаю, спасибо. Ребята, 59-й, федеральный закон, вы можете уже посмотреть и ознакомиться. Все, выходите тогда, ребят. Закройте, пожалуйста, на ключ. Вы меня здесь запрете? У меня клаустрофобия может развиться. Мы вам вызвали скорую пункт. Магазин закрыт. В смесь. В прямом. Осмотрим место происшествия. А что случилось? Вы там просроченный детский товар, представляете? А, это вы снимали. Понятно. Пойдем туда. А если секрет, вы в Дикси закупаетесь, аккуратнее будьте. Вот там вот прям курочка сейчас лежит, мясные продукции и так далее, с нарушением условий хранения. А, кстати, не подскажете? Может, я у вас реально спрошу, вы же представитель магазина здесь. А почему товар лежит с нарушением условий хранения? Молоко, сметана, курица, все в тепле лежит. Печень. Да, мы уже тут часа три, наверное, находимся. И все эти три часа кто-то хотели убрать? Или у вас сейчас ночью кто-то останется убирать? Или это так все останется на ночь? Останется. Начинаю быстро. Что-то выставят, что-то уберут лишнее. Что-то выставят, что-то уберут лишнее. Ну, то, что не было. А товар лежит теплее, который уже мог испортиться. А потом вот я завтра приду с своей семьей и куплю эту курочку. И молочко, и сметанку еще. И детское питание Агуша, которое тоже стоит в тепле. Как бы коробку из холодильника заставать? Со склада ее выставлять на пол. Нет, ну в моем представлении, смотрите, как в других магазинах я видел, делают. Если привезли уже, то они это разбирают. А я смотрю, просто это два часа никто не трогает. Я об этом. Мы хотели разобрать, но просто. Видите, то зашли его. Растерялись. Сотрудники не всплывали. Дикси разрешает видеосъемку в своем магазине? Это где вообще видано? Вы изымать товар не будете? Это ваши купленные товары. Нет, ну как возможное орудие совершения правонарушения или преступления. Мы зафиксировали, отфотографировали. Это ваши товары, купленные за ваши деньги. Вы предоставили. Нет, а я сейчас возврат сделаю. Вы магазинами не будете изымать товар? Мы делаем протокол осмотра. Так. Ну вы же можете изъять протокол осмотра. Зафиксировали. Ну и вы можете изъять протокол осмотра также. С какой целью? Это скоро портящиеся продукты. А я не буду вам брать их с собой. Оставить магазин на ответственное охранение, чтобы они их не утилизировали до прибытия Роспотребнадзора. Потому что все-таки это товар, который может также до сих пор, он представляет опасность для граждан. И он может навредить жизни и здоровью граждан. Поэтому я все-таки попрошу вас изъять товар и оставить магазин на ответственное охранение. Все. До свидания. Спасибо за службу. Не скажу, конечно, но до свидания. Ну что. Заявление на магазин написано. Объяснение написано. Протокол осмотра составили. Все четко, красиво по итогу получилось. Вернули мне денежные средства за просроченный товар. Кстати, у меня тут сразу на чеке скидка 30% на пиво и скидка 40% на все чипсы вейс. Которые как раз просроченные мы нашли, наверное. Вот на эти самые чипсы просроченные скидка. Но все-таки хочется заметить, что мандарин, который в плесени весь был, они не продали и яблоко. Ребят, спасибо большое всем, кто был на стриме. Спасибо большое всем, кто посмотрел это видео в записи. Всего вам самого наилучшего. Лайки ставим, на канал подписываемся. Всего вам самого наилучшего. Люблю, целую, обнимаю. Вы у меня самые лучшие. Всем пока. Но мы не выключаем стрим. Субтитры сделал DimaTorzok